Всем добрый день, меня зовут Наталья, у нас урок русского языка и сегодняшняя наша тема обособленные приложения. На прошлом уроке мы говорили об обособлении определений, и я напоминаю, что приложение это одна из разновидностей определения. Приложение это определение, выраженное существительным, стоящим в том же роде, числе и падеже, что и определяемое слово. Понятие обособление включает в себя смысловое и интонационное выделение, которое на письме предполагает постановку запятых или тире. Вот определившись с основными понятиями, давайте перейдем к теме про обособленные приложения. Прежде всего хочу заметить, что при одиночных приложениях пишется дефис. Обратите внимание, я не оговорилась, не ставится, а пишется, потому что дефис, это, напоминаю, коротенькая черточка, дефис в отличие от тире, это знак не пунктуационный, а орфографический. Мы же с вами про буквы говорим, пишется буква А, пишется НЕ, пишется НИ и так далее. Так вот дефис, он тоже пишется, потому что это орфография. Но тем не менее, коли мы говорим сейчас о приложениях, есть смысл вспомнить и эти случаи. Давайте посмотрим. Значит, одиночное приложение, то есть приложение выражено одним словом. Когда приложение и определяемое слово являются нарицательными существительными, вот в таком случае приложение пишется через дефис. Вьется улица змея. Улица какая? Змея. Улица нарицательная существительная, змея. Приложение нарицательное существительное. Между ними ставится дефис, пишется дефис. Внук шофер из-за руля кланяется деду. Внук какой? Шофер. Пишем через дефис. Дефис пишется, и когда приложение стоит после имени собственного. Москва-река, архип-кузнец. При этом, обратите внимание, если мы переставим местами, если я скажу река-москва, то никакого дефиса уже не будет, и никакого знака в принципе. А вот в такой ситуации пишется дефис. Дефис не пишется, если одиночное приложение стоит перед определяемым словом и по значению близко к определению прилагательному. Ну вот, посмотрите, на примере будет яснее. Красавица-зорька в небе загорелась. Зорька-это определяемое слово. Зорька какая? Красавица. Красавица-это приложение. Оно стоит перед своим определяемым словом, и мы можем его заменить прилагательным красивая. Красивая зорька. Так вот, в такой ситуации, когда приложение стоит перед определяемым словом, и его можно заменить прилагательным, дефис не пишется. В этой ситуации я вот разбиралась как раз с историей, знаете, у Достоевского со старухой-проценщицей. Да, вот очень часто можно увидеть, ну, это устойчивое такое, да, уже, сочетание. Так вот, очень часто можно увидеть вот эту старуху-проценщицу, пишущуюся через дефис. Тут двоякая ситуация. Если рассматривать слово старуха как главное слово в этой конструкции, а проценщицу как приложение, тогда вроде бы все правильно. А если идти от того, что главное слово проценщица, а проценщица какая? Старуха. И можно заменить прилагателем старое, то вот в такой ситуации дефис не нужен. И как раз в принципе в разных источниках можно увидеть разное написание этой конструкции. И я так полагаю, что любое написание в этой ситуации будет принято за правильное, потому что возможно двоякое толкование. Кроме того, дефис не пишется. Если первое существительное является таким этикетным обращением гражданин, господин, товарищ раньше и так далее. Гражданин судья, господин министр. Вот эти приложения, этикетные такие обращения дефисом никак не отделяются. Несогласованные приложения. Несогласованные приложения это названия газет, журналов, художественных произведений, то есть книг, картин, музыкальных произведений и так далее. Предприятий. Так вот такие несогласованные приложения заключаются в кавычке. Роман «Войный мир», газета «Коммерсант». То есть названия. Они пишутся с большой буквы и в кавычках. При этом очень важно, например, для ЕГЭ заметить, что при изменении всей этой конструкции по падежам склоняется только определяемое слово, а несогласованное определение, несогласованное приложение не меняется. То есть если я хочу сказать о романе «Война и мир», о газете «Коммерсант», я буду изменять только определяемое слово, а несогласованное приложение останется в начальной форме. Вот это еще раз проверяется на ЕГЭ, есть там такое задание на грамматические, синтактические нормы. Дальше. Приложение выделяется запятыми. Рассмотрим эти ситуации. Распространенное приложение, то есть то, которое состоит уже не из одного слова, относящееся к нарицательному существительному, выделяется запятыми. Давайте на примере разберем. Орлы, спутники войск, поднялись над горою. Орлы – это определяемое существительное. Орлы какие? Спутники войск. Вот приложение. Это приложение относится к нарицательному существительному и обособляется. В другом примере мы видим, что приложение может стоять и перед определяемым существителем. И все равно, если оно относится к нарицательному существительному, оно будет обособлено. Разносчик болотной влаги меня холодил туман. Туман – определяемое слово нарицательное и существительное. И приложение разносчик болотной влаги будет обособлено. Дальше. Приложение, которое стоит после определяемого слова имени собственного. После имени собственного вот такое приложение тоже будет обособляться. «Онегин, добрый мой приятель, родился на бревдах Невы», пишет Пушкин. Так вот, «онегин» – это главное слово определяемое, а «онегин» – какой? «Добрый мой приятель». Это приложение относится к имени собственного, к фамилии героя и выделяется запятыми. Далее. Приложение, которое стоит перед собственным существительным, но при этом имеет добавочный оттенок причины. В такое предложение можно вставить слово «будучи». Вот обратите внимание. «Отступник бурных наслаждений, онегин дома заперся». «Онегин» – это, опять же, определяемое существительное, но в данном случае отступник бурных наслаждений приложения стоит перед ним, а не после него. И, казалось бы, могло бы ничем не выделяться, но «будучи отступником бурных наслаждений, онегин дома заперся». Можно вставить слово «будучи». Это приложение имеет дополнительный оттенок такой причинности И в этом случае выделяется запятой. Если приложение, как и любое определение, подчеркиваю, относится к личному местоимению, то оно тоже всегда будет обособляться, выделяться запятыми. Мы, артиллеристы, хлопотали около орудий. Мы, определяемое слово, личное местоимение. Я недаром его выделила. Мы, какие, артиллеристы, это приложение, относящееся к личному местоимению и выделенное запятыми. Или другой пример. Угрюм и одинок, грозой оторванный листок, я вырос в сумрачных стенах у Лермонтова, в цире. Я личное местоимение, я какой? Грозой оторванный листок. Это распространенное приложение. Оно стоит перед своим определяемым словом. Но поскольку определяемое слово – это личное местоимение, такое приложение тоже выделено запятыми. Замечательно. Дальше. Если одиночное приложение стоит после нарицательного существительного, и при этом это нарицательное существительное имеет некие пояснительные слова, вот такое приложение тоже будет обособляться. Посмотрите на примере. «Ухаживала за мной одна девушка – полька». Девушка – это определяемое слово. Полька, национальность этой девушки, это приложение, стоящее после этого определяемого слова нарицательного существительного. Но при этом существительном есть еще поясняющее такое слово «одна». Девушка какая? Одна. И вот наличие этого пояснительного слова дает нам постановку запятой перед приложением. Далее. Если приложение выражено собственным существительным, то есть представляет из себя имя, кличку животного, и служит для пояснения или уточнения нарицательного существительного своего определяемого слова, оно тоже может обособляться. «Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости служил», пишет Пушкин в «Капитанской дочке». Так вот, «отец мой, какой, Андрей Петрович Гринев?» Это как бы пояснение к этому слову «отец», уточнение, как зовут именно этого отца, кто именно мой отец. И такое приложение мы видим тоже обособленным. Отдельная история и достаточно важная история – это приложение «Союзом как». Приложение «Союзом как» обособляется, то есть выделяется запятыми, если имеет значение причины. Вот запомните это, пожалуйста. Посмотрите, например, как истинный художник, Пушкин не нуждался в выборе поэтических предметов для произведений. Почему он не нуждался в выборе каких-то особенных поэтических предметов? Потому что он был истинным художником. То есть вот это вот приложение «Союзом как» имеет значение причины, и поэтому обязательно должно быть обособлено. Чаще всего такие приложения с причинным значением стоят в начале предложения. А вот обороты «Союзом как» значений в качестве не являются приложениями и, соответственно, не обособляются. Обратите внимание, опять же, на пушкинский пример. «Богат», «хорош собою», «Ленский» везде был принят как жених. Он был принят в качестве жениха. Вот если имеется такое значение «в качестве», то вот этот оборот «Скак», «обособлять», «выделять запятыми» нам не нужно. Только причина выделяется в этом случае запятой. Хорошо, но еще имеются ситуации, когда приложение может выделяться с помощью тире. В этом случае приложение не только определяет свое главное слово, но дополняет его содержание. И зачастую такое приложение будет стоять в конце предложения. «Со мной был чугунный чайник, единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу». Чугунный чайник – это определяемое слово. Этот чайник какой? «Единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу». Это приложение при этом определяемом слове. И это приложение действительно дополняет значение своего главного слова, уточняет его, дополняет смысл предложения. И стоит в конце предложения. Поэтому выделяется тире. Или, посмотрите, «Тополев, высокий костлявый старик с серыми усами, не проронил ни слова». Вот здесь приложение стоит не в конце, но оно, безусловно, очень распространяет смысл своего главного слова. «Тополев» – это только фамилия. А вот «какой он, кто он такой?» «Высокий костлявый старик с серыми усами» – это уже полная картина, полный портрет практически человека. И это приложение стоит после своего главного слова и выделяется тире, в данном случае даже с двух сторон, потому что дальше предложение продолжается. Хорошо. Кроме этого, приложение может выделяться тире. Если перед этим приложением можно вставить такие пояснительные союзы, «А именно, то есть, я не слишком люблю это дерево, осину». «Это дерево, а именно, то есть, какое, да? Осину». Вот в этом ситуации одиночное приложение, посмотрите, в данном случае, тоже выделено именно тире, а не запятой. Второе тире при этом, если такое приложение стоит в середине, а не в конце предложения, может опускаться, если по условиям контекста после этого самого обособленного приложения и так стоит запятая. Ну, по синтаксическому строю предложение, посмотрите, пожалуйста, «Партизаны-мужчины и женщины, запятая, вооружившись автоматами, конвоировали пленных». Здесь «партизаны» – это определяемое слово. Какие партизаны? «Мужчины и женщины» – это приложение обособленное, которое стоит после своего определяемого слова. Но при этом дальше, вооружившись автоматами, идет депричастный оборот, который требует постановки запятой. И поэтому второе тире здесь как бы заменено на вот эту самую запятую, которая стоит при депричастном обороте. Сочетания знаков здесь не происходит. Давайте подведем некоторые итоги. Итак, приложение, во-первых, может писаться через дефис. Если оно одиночное, относится к одиночному нарицательному существительному, да, или к собственному имени. И приложение может обособляться, то есть выделяться запятыми или тире. Традиционно в конце урока практическое задание. Посмотрите, пожалуйста, вот на эти шесть предложений. Попытайтесь расставить знаки припинания при приложениях. А потом мы вместе проверим. Вы можете поставить урок на паузу, сделать задание, а потом вернуться к проверке. Я вас жду. Так, приступаем к проверке. Первое предложение. Ему ли, карлику, тягаться с исполином? Определяемое слово ему – это личное местоимение. Он, да, в фосфенном падеже. Так вот, ему ли, какому? Карлику. Карлик – это приложение, да. Это приложение относится к личному местоимению, и поэтому выделено запятыми с двух сторон. Обратите внимание, именно с двух сторон. Не пропустите вторую запятую. Дальше. Яркая звезда, предвестница утренней зари, показалась на небе. В данном случае определяемое слово «звезда» – это нарицательное существительное. Звезда какая? Предвестница утренней зари. Вот распространенное приложение, да, относящееся к нарицательному существительному, и поэтому оно тоже обособленно выделено запятыми. Чемодан внес кучер селефан, низенький человек в тулупчике. В данном случае селефан – это определяемое существительное. Селефан какой? Низенький человек в тулупчике – это приложение при нем. И вот это определяемое слово является существительным собственным. Поэтому приложение обособлено. Упрямец во всем. Илья оставался упрямцем и в учении. Илья определяемое слово. Илья какой? Упрямец во всем. В данном случае приложение стоит перед определяемым словом, но при этом имеет дополнительное значение причинности. Мы можем поставить слово будучи. Будучи упрямцем во всем, Илья оставался упрямцем и в учебе. И такое приложение, как мы помним, тоже должно быть запятыми. Как поэт нового времени, Батюшков не мог не заплатить дань романтизму. В данном случае Батюшков или Батюшков, варианты постановки ударения здесь есть, фамилия поэта Батюшков какой, как поэт нового времени? Это приложение с союзом как? Поскольку оно имеет значение причины, он не мог не заплатить дань романтизму. Почему? Потому что был поэтом нового времени, а романтизм в эпоху Батюшкова был новым направлением в литературе. Так вот, именно из-за значения этого причины мы тоже это приложение должны обособить. И последний пример. На маяке жил только сторож, старый глухой швед, бывший шкипер. В данном случае приложение стоит в конце предложения, причем такое распространенное приложение. Оно не просто определяет свое главное слово «сторож», но оно и дополняет его смысл, дополняет значение. Мы узнаем об этом, сторожи, много нового из этих приложений. И поэтому такое приложение нужно обособить не просто запятыми, а тире, постановкой тире. Итак, мы с вами поговорили о знаках припинания при приложении, о том, когда нужно обособлять, когда не нужно обособлять приложение. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, увидимся на следующем уроке. До свидания.